Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить сюжетную кампанию в Zelda Scrolls Pied в Skyrim. К сожалению, вы помните, какие технические неподобства у меня были. Я приблизительно на том же уровне, то есть у меня приблизительно та же одежка, я все тоже орг, немножко перешел больше к танкованию, но я на седьмом уровне. И мы продолжаем приблизительно с того же места. Я буквально только что порешал тролля, и вот, мы снова на высоком Хродвере, идем к Седобородам. Я закончил свою игру на восьмом уровне, из-за багов, но тут у меня получилось немножко быстрее, как все дело. Здравствуй, Андрей. Я здесь по вашему зову. Мы должны проверить, правда ли у тебя есть «да». Покажи нам, что можешь, Галатин. Дай нам услышать твой голос. Че, как понравилось? Я мастер Армгель. Я говорю о дыме Седобородых. Теперь скажи мне, доводи, почему ты здесь? Меня вывела моя судьба, судьба драконорожденных. Мы хотим доставлять себя на этот пути, ибо и до тебя, Седобородые, мы всегда стремились доставлять тех, в ком течет в кровь дракона. Ты имеешь в виду других драконорожденных? С тех пор, как Акатош дал этот дар смертным, многие были награждены кровью дракона. О, как. Если другие драконорожденные, это нам нет. Ну, я это уже знаю. Ну, вам не повезло, вы не видели Мирока. Это не важно. Я хочу учиться. Ты по истину дороги. У тебя есть врожденный дар. Но хватит ли тебе воли и характера, чтобы пройти по пути, который перед тобой открывается. Ты это еще представили. Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в тум, то есть крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке дракона. Родь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты обладеваешь словом, твой крик становится сильней. Мастер Эйнарк научит тебя Ро. Вторую слову, то есть без жалостной силе. Ро означает равновесие на языке дракона. Соедини его со словом С — С... Так, новое слово. Именно так, изучали критики. Ты, ежеда-вагин, можешь на приху воплощать силы и знания сражённых драконов. При посвящении мастер Гейна позволит тебе почерпнуть его знание крома. Надо потише сделать эффекты. Эффекты, шаги, голос на максимум, музыка нормальная. Твой новый дух. Хорошо, что делать? Дей врагов своей безжалостной силой, когда они приблизятся. МОСА! Допустим. Отлично. Ещё раз. МОСА! МОСА! Пикольно. Простепенно изучаем. Ты быстро учишься. Ещё раз. МОСА! Это я сделал. Дальше. Твой дух идеальный. У тебя явный талант, табаки. Следующее испытание мы проведём во дворе. Ступай за мастером Борри. Ты. Ты. Нет, не ты. Ты. Хорошо, пошли. Довольно таки приятно снова играть в Skyrim. Я не так давно от него отошёл и проходил дополнение Dragonborn. Ну, кто не знает, быстренько в плейлисты и смотреть Dragonborn. Но именно вернуться к сюжету, это очень интересно. Много воспоминаний навевает. Теперь посмотрим, как ты освоишь совсем новый Крик. Мастер Бори научит тебя слову У, что означает Вихрь. Хорошо. Давай учи. Длинное слово. Давай, научи меня, Бори. Бори. Бори, мать твоя. Подождите-ка секунду. Крик. Теперь посмотрим, как быстро ты освоишь новый Крик. Бори, Бори, мать твою. Мастер Вульфгар покажет тебе стремительный рывок. Сейчас, секунду. Мне пришлось загружаться, ибо Бори опять зависит. Офигенно. Вставай рядом со мной. Мастер Бори откроет ворота. Сделай стремительный рывок, чтобы успеть пройти через них, пока они не закрылись. Хорошо, хорошо, давай. Открывай уже. Здорово. Такое быстрое обладение думом просто поражает. Слышал легенды о способности дракона рождённых? Увидимся бы мы. Спасибо. Что теперь? Теперь тебе предстоит последнее испытание. Добудь рог Юргена-призывателя ветра, нашего основателя из его гробницы в древнем Устангреле. Не сходи с пути голоса, и ты возвратишься. Ну, Юрген-призыватель ветра, это их предводитель. Первый из светобородок, насколько я помню. Почему дракон возвращается? Это как-то связано со мной? Нет сомнений. Появление дракона рождённого до логина в этот час не случайно. Очевидно, твоя судьба связана с возвращением дракона. Тебе нужно сосредоточиться на совершенствовании своего голоса, и вскоре твой путь станет ясен. Спасибо, мастер. Хорошо. Тогда тебе не нужно будет страшиться будущего. Так, ну всё. С этим мы разобрались. Теперь куда нам? Не так далеко от Морфола. Хорошо. Сейчас в конюшню Вайтрана. Оттуда в Морфол. На этом, пожалуй, будем заканчивать. В следующей серии уже двинем за Рогом Юргеном. А в этой серии мы разобрались с багами. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? А ты не охерел? Я Танн. Так что, пошёл мафик. Ох, прошу прощения, Танн. Кто ж знал, что это ты. В этот раз мы так и быть отвернёмся. Но влияние Ярла тоже не безгранично. Будь аккуратнее. Хорошо. Это, на самом деле, произошло из-за того, что я спёр коня с этой конюшники и двигался вот сюда, в Вайверсток. Ну, так же, как и в прошлый раз. Так. Здорово. Подвезти? Да, подвезти. Ну, куда едем? Куда едем? В Морфо у меня отвезти. Залезай обратно и отчаянивай. Эх, погода. Отличная погода. Это да, это правда. В Морфоле, насколько я помню, обитаются вампиры. Ну, сайдами я пока заниматься не буду. У меня по планам пройти сначала сюжетку, потом гильдии. Вот оно. Ну, прокачаться, а тогда уже пойти по всем сайдам. Куда смотрит Яру? Не знаю, куда он смотрит. Мы что, теперь должны трястись. Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Угу. Если думаешь, что справишься, наш штаб расположен в Солитьюде. Хорошо. Нам тут не нужны волшебники. Без проблем. У Морфова и так достаточно ко мне. Да, закройте пасть, урога. Я пытаюсь серию закончить. Вот. Что ж, всем спасибо. В следующей серии двинемся за Рогом. С вами был Марс. Всем пока. До новых видео.